В музее Первого Совета на очередном заседании городского общества любителей камня состоялась презентация двух новых изданий. Одно из них посвящено Ивану Ефремову, ученоку-палеонтологу, геологу и писателю, автору романов «Туманность Андромеды» и «Лезвие бритвы». Книга выпущена в серии «Жизнь замечательных людей». Как палеонтолог Ефремов изучал ископаемых лабиринтодонтов, находки которых были сделаны в том числе и в Ивановской области в 30-х годах прошлого века. Ефремов изучал лабиринтодонтов, как раз то, что у нас тоже в экспозиции музейная есть. Это бентазухия, как раз у нас есть слепок черепа. И есть так в Иванове тоже несколько выходов Триасовых, это в районе Решма и около Семигория. Поэтому это как раз то, какой темой занимался Иван Ефремов, поэтому в какой-то степени это сближает его с нашим Ивановским краем. Еще одно издание рассказывают о геологических памятниках Ярославской области. Над книгой трудились более 20 специалистов со всей страны, во главе с Дмитрием Киселевым. Книга уникальная, издана ограниченным тиражом. Эту энциклопедию о геологических объектах с серьезным научным описанием невозможно найти в продаже. Ивановскому музею камня гости из Ярославля ее подарили. Наша область давно притягивает к себе взгляды научных сотрудников. Выставка минералов «Цвет, форма, образ» стала подтверждением тому, что у музея камня есть очень ценные экспонаты. В соседней области, скажем, Ярославская, Костромская, они хорошо изучены. Там постоянно экспедиции серьезных ученых. А здесь вот только краеведение. Вот это и мы практически ничего не знаем. Ну, знаем на уровне 19 века. Поэтому вот сейчас взгляды серьезных ученых обращены к Ивановской области. Вот здесь много это сделать нужно, вот предстоит. Ученые уверены, в Ивановской области давно пора выпустить аналогичное издание. Но перспектива эта не близкая. На сбор материала может уйти более пяти лет. Одна из серьезных экспедиций на территории региона запланирована на май следующего года. Двухнедельные научные исследования будут проведены совместно с Ивановским музеем камня.